Приветствую всех на моем канале, с вами Рин и сегодня речь пойдет о проекте ColdSide от замечательного разработчика Adrov Games. ColdSide – третья работа Adrov Games, выпущенная в магазине Steam 7 ноября 2020 года. Заниматься игрой автор начал в конце 2018 года, тогда появились первые идеи и наброски проекта. В начале 2019 года разработка стартовала в полную силу, но изначальный ColdSide сильно отличался от того, каким мы его знаем. По замыслу автора, на Земле наступил масштабный климатический кризис и резкое понижение температуры затронуло все континенты. Пришла вечная зима, в условиях которой наш главный герой должен делать все, чтобы выжить в этом новом суровом мире. Исследовать разрушенные города, собирать припасы, следить за температурой тела и избегать опасных аномалий, образовавшихся в результате морозного катаклизма. У героя имелся при себе противогаз, чтобы избегать зараженных районов, запас камней, чтобы обнаруживать и обезвреживать аномалии, ледоруб, чтобы расчищать себе путь сквозь промерзший мир, а также обширный набор анимаций под каждое действие. Все эти анимации создавались самим автором вручную. На локации располагались зоны экстремального холода, попадая в которое, герой быстро начинал замерзать и умирать, если немедленно не покинет эту зону. И много других идей, частично реализованных, частично оставшихся в планах. Из-за грандиозности этих планов в итоге было принято решение отказаться от ранней концепции игры, ибо разработка грозила затянуться на долгие годы. Слишком много сложных технических решений и ограничений движка пришлось бы преодолевать в одиночку. От раннего Cold Side осталось только название «Механика бросания камня» и шестой уровень, превратившийся во временную базу повстанцев. Одним из источников вдохновения для разработчика послужил фонд SCP и его многочисленные так называемые объекты. Однако автор отказался от прямой связи с вселенной SCP, чтобы не запирать свою игру в рамки канонов, а решил сделать собственную историю по мотивам мифов об этой организации, нигде не называя ее напрямую. Впрочем, на уровне 2 имеется отсылка, полуистершийся знак SCP на стене, который заметит только самый внимательный игрок. Итак, есть некий фонд, занимающийся сдерживанием аномальных сущностей. Есть повстанцы, мешающие фонду и стремящиеся прибрать аномалии к своим рукам. И есть обычные люди, замешанные в этих таинственных событиях. Но случайно ли они оказались в центре происходящего? Разумеется, все не так просто в этой истории. Главный герой Диггер по имени Крис. Он живет один, тяжело переживая смерть своей девушки Мэри при несчастном случае, когда ее машину на переезде сбил поезд. Газетные статьи об инциденте мы можем найти в комнате героя на полу. Фото девушки возле компьютера. В главе 4, когда мы попадаем в аномальный бассейн, можем услышать отрывок из прошлого героя. Счастливый смех девушки прерывается гудком поезда и сильным ударом. После чего выдается ачивка «Плохие воспоминания». В ремейке для погибшей девушки отведен небольшой поминальный алтарь возле входной двери. Кроме того, на уровне 4 в комплексе фонда мы видим существо, похожее на Мэри, и слышим ее смех. Однако, ее глаза светятся, как глаза статуи из другого измерения, и герой комментирует, что это не может быть она. Единственное, что помогает справляться с горем, это его хобби – диггерство, дающее чувство риска и адреналин, а также поддержка друга Оливера, с которым они часто отправлялись вместе в опасные вылазки. Однако, дружба Оливера вовсе не была бескорыстной. В конце концов, он использовал Криса для достижения собственных целей. В удаленной кат-сцене в прологе игры отряд солдат фонда отправляется на задание. Они летят на вертолете ночью в условиях шторма и плохой видимости, что говорит о том, что задание крайне срочное. Они пролетают над крышей загадочного дома, приземляются и высаживаются рядом с ним. Возможно, именно под этим домом находился подвал, куда пробирается и наш главный герой Крис в начале игры. Это место и стало источником распространения аномалий, где открылись порталы в другие миры и из них в нашу реальность вторглась различная нечисть. Оба мира начали сливаться в нечто опасное и ужасающее. Крис просыпается дождливой ночью, получив сообщение от Оливера. Тот высылает ему адрес лаборатории и настаивает, что исследовать ее нужно срочно. Крис немедленно собирается и едет на место. Проникнув в указанный подвал, он не находит Оливера и решает сам исследовать здание. Ему удается спуститься в лабораторию, однако лифт сломан и путь назад отрезан. В затопленной лаборатории Крис идет по следу из светящихся палочек, что указывает на присутствие ученых или военных фонда, но находит только труп ученого. А также впервые сталкивается с ужасными существами. Он открывает главную дверь лаборатории, за которой содержалась запечатанная аномалия и освобождает ее. Аномалия поглощает Криса. Крис оказывается в зацикленной аномалии, куда его выбросила предыдущая. Позже он находит записку, оставленную Оливером. Оливер явно знает больше об этом подземелье и подсказывает герою, как выбраться. Он встречает новую аномалию – клубок пауков, пожирающих все на своем пути. Крису удается избежать встречи с пауками и он двигается дальше, наблюдая по дороге лужи крови и следы ожесточенной борьбы людей и червей. Внезапно он встречает одного из оперативников фонда, которые выходят из своего укрытия, чтобы предостеречь героя от излишнего шума, так как повсюду ползают мерзкие смертоносные твари. У Диггера и солдата происходит диалог, по итогам которого Крис хватает топор и убивает солдата. В раннем релизном билде присутствовал только такой вариант, после чего парень в шоке от произошедшего скажет, что не хотел убивать, но не знает, что на него нашло. Возможно, это влияние загадочного измерения, где он оказался. С трупа протагонист подбирает карту доступа и прибор ночного видения. К счастью, позже добавился второй вариант, где карту ИПНВ можно заполучить мирным путем, обокрав несчастного спецназовца. Но даже если мы его убьем и напарник солдата получит об этом уведомление, он не успеет найти Криса. Тому повезло, в отличие от ранних билдов. И убийца благополучно скрывается в ближайшем портале. Портал приводит героя в катакомбы, где он впервые встречает зловещие статуи со светящимися глазами. После открывает портал в подобии нашего мира. Но вместе с собой он привел статуи. Теперь они расселились повсюду и будут встречаться на пути постоянно. Преодолевая множество препятствий, герой идет вперед и, спасаясь от преследования, прыгает в новый портал. Крис оказывается в неизвестных катакомбах. Из записки ученого он узнает, что часть построек и существ из иного мира переместились в наш, и теперь каждый шаг грозит смертельной опасностью. Эти катакомбы населены плотоядными червями, которых мы видели в лабораториях ранее. Благополучно пройдя через червей, диггер садится на плод и плывет по подземной реке, таким образом попадая в другую часть катакомб, где уже проводили работу специалисты фонда. Добираемся до канализации и находим выход на поверхность. Но попадаем в засаду. Похоже, наконец-то прибыла вторая группа спецназа. Героя ведут к вертолету. Мы теперь тоже узник фонда. Героя сажают в одиночную камеру без окон и переодевают в оранжевую форму заключенных. Вдруг дверь камеры открывается. Рядом видим раненого Оливера в такой же оранжевой форме. Похоже, его успели схватить раньше нас. Говорим с Оливером и узнаем больше информации о происходящем и о той части плана, которая предназначена для нас. Являясь одним из повстанцев, накануне рискованной операции нападения на комплекс фонда, Оливер заманил Криса в лаборатории. Диггеру чудом удалось выжить и быть захваченным фондом, после чего повстанцы его освободили. Оливер дает своему приятелю последнее поручение – скачать всю ценную информацию с сервера фонда. Герой не в восторге от этого задания, но понимает, что иначе шансов выбраться у него нет. По пути видим много интересного, гладим аномального котика, беспокоим статую поющего монаха, который очень не любит, когда посторонний шум мешает его пению. Скачиваем информацию, находим топливо для генератора, заправляем его и выбираемся наружу. На этом уровне дается несколько выборов. Говорим с пилотом вертолета. Он требует отдать ему диск, можно либо сделать это, либо отказаться. Далее он попросит найти топливо для вертолета. Идем искать или настаиваем, что улетать надо немедленно, потому что все скоро взорвется. Наконец мы улетаем, но слишком поздно. На комплекс падает ракета и сильный взрыв задевает вертолет в воздухе, что приводит к крушению. Крис и котик выживают и выбираются из вертолета до того, как он взорвется. Диск с данными снова оказывается у нас и приходится решать, что с ним делать. Уничтожить или оставить себе? Если оставляем, то убегаем прочь, а к месту крушения приближаются военные фонды. Если уничтожаем, они нас хватают и стирают память о произошедшем. Получаем альтернативную концовку. Как завещал Оливер, Крис приехал по координатам временной базы повстанцев, чтобы отдать им диск с данными, полученными в комплексе фонда. База располагается посреди разрушенного города, повсюду лежит снег. Крис берет сумку, верный ломик, и идет через город, пробираясь через завалы, снега и обломков, которые превратились улицы. Дойдя до базы, он подает питание на главную дверь и заходит внутрь. Он общается с повстанцами и начинает сомневаться в их добрых намерениях относительно полученных данных. Мы можем отдать им диск или прямо сказать, что недоверяем им. В первом случае становимся на их сторону и присоединяемся к борьбе против фонда. Во втором придется очень быстро бежать, так как повстанцы откроют огонь, а снаружи поджидает спецназ фонда, прибывший по нашим следам. А что было дальше, этого никто не знает, поскольку данные удалены. Это и есть истинная концовка.